Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, кое-что знаю Хоть в это и трудно поверить Глядя на мой непритязательный облик Неужели? Что ж, увидим Ты знал, что наш приятель Вивальди Владеет пятью полотнами Вандерхуя Но он не отличит их от картинок по пять крон за штуку Я и спорить не стану Так скажи мне, ведьмак-ценитель Какое из этих полотен создано Эдвардом Вандерхуием Мастером из Морибора? Это ведь не составит для тебя труда Вот так вопрос Ну, конечно же, купец с жемчужиной Надо же, кто бы мог подумать Позволь на минутку Прости мне мою дерзость Я полагал, что ты невежда На манер Вивальди В знак раскаяния Я хочу дать тебе совет На аукционе можно будет за бесценок Купить полотно Ван Рога Этот художник не знаменит Однако Маркус Ходгерсон Хозяин книжной лавки на Новиградском рынке Платит за его картины хорошую цену Ясно А теперь извини Я вижу, меня зовут друзья Что он вам сказал? Посоветовал купить Ван Рога Чтобы перепродать книги торговцу из Новиграда О, интересно Пойдем отсюда, Геральт У меня уже в глазах хребет от этой мазни Уважаемые дамы и господа Аукцион вот-вот начнется Прошу занимать места О, наконец-то Идите вперед, иначе ничего не будет видно Слушай, Вим, а как вообще будет проходить этот аукцион? Сначала продадут или нет три лота А потом перерыв Может быть, тогда и появится Хорст Барсоги И я вас друг другу представлю Хорошо бы Кстати, как там ваши финансы? Будете делать ставки? Разумеется, буду Раз уж мы с тобой здесь оказались Грех не развлечься Хе, так и знал, дружище Досточтимые гости Рад приветствовать вас Начнем торги Уважаемые господа Лот номер один Латунная статуэтка из коллекции Овеянного дурной славой графа Рамиллы По слухам, внутри нее скрыто сокровище В чем, однако, можно удостовериться Лишь уничтожив эту прекрасную вещицу Начальная цена Всего пятьдесят крон Кто больше? Его милость, Гилберт, сто Графиня Миньоль, сто пятьдесят Кажется, я слышу двести Господа, кто даст двести? Двести! Его милость с белыми волосами Будет ли двести пятьдесят? Двести раз, двести два, двести Да! Графиня Миньоль дает двести пятьдесят Кто даст триста? Да! У нас есть триста раз! Кто-нибудь даст больше? И два! Кто больше? И триста три! Лот номер один! Таинственная латунная фигурка Уходит сударю с белыми волосами А теперь лот номер два Дает тридцать! Будет ли сорок? Тридцать раз! Тридцать два! Сударь с белыми волосами Дает сорок! Кто больше? Сорок раз! Сорок два! Банкир Вивальди не уступает! Пятьдесят! Кто больше? Пятьдесят раз! Пятьдесят два! Последний шанс! Дамы и господа! Да! Шестьдесят! Развернулась нешуточная борьба! Кто-нибудь даст больше? Шестьдесят раз! Шестьдесят два! Эх! Забирайте, Геральт! Продано! Картина уходит сударю с кошачьими глазами! Дамы и господа! Переходим к лоту номер три! Редчайший предмет! Очки в золотой оправе с линзами из горного хрусталя любовно обработанные маленькими ручками гномьих мастеров некогда принадлежали знаменитому наемному убийце профессору Начнем с двухсот крон! Ваши ставки! Мастер Гвинта Гилберт дает двести пятьдесят! Кто больше? О, прекрасно! Вальдемар Иванович Зайцев дает триста! Триста раз! Триста два! Дамы и господа! Сударь с белыми волосами дает триста пятьдесят! Кто рискнет перебить столь щедрое предложение? Триста пятьдесят раз! Продано сударю с белыми волосами! Бесценные очки! Пусть же они вам верно служат! Какой волнующий аукцион! Первые три лота пройдены! Объявляю небольшой перерыв, после чего мы продолжим! О, Геральт! Смотрите! Хорст Барсоди! Идемте, пока его никто не заболтал! Но теплого приема не ждите! Привет, Хорст! Познакомься с моим добрым другом Геральтом из Ривии, который... Явился незваным! Прошу вас, простите мои манеры! Этикет в Каэр Морхене преподавался на крайне низком уровне! Не сомневаюсь! Думается мне, господа, вы не с того начали! Может, если мы вместе поднимем тот за... Что тебе от меня нужно? А нет ли в доме Барсоди какого-нибудь другого Барсоди, с которым я мог бы побеседовать? Чуточку... Менее обидчивого. Геральт! Аукционный дом Барсоди был основан двумя братьями. Отцом и дядей Хорста. В нынешнем же поколении... Это я и только я, так что к делу, сейчас же. Верно, хватит дипломатии. Видишь ли, я должен взять дом Максимилиана Барсоди, что бы это ни значило. Что? Откуда ты о нем знаешь? Господа, сохраняйте хладнокровие. Нет нужды повышать голос. Откуда ты о нем знаешь? Отвечай! Ого, ну-ка... Откуда? Откуда? От Ольгерда фон Эверика. Знакомое имя? Да. Стража, вывезти Ведьмака и не впускать, даже если явится под ручкой с Иерархом Хемельфартом. По правде сказать, это был просто невинный вопрос. Еще хоть слово, и мои счета перейдут к твоим конкурентам. Друг, мне жаль, но... Не стоит утруждать стражников Хорст. Я выйду сам. Не припомни, что бы давал тебе право выбора. Стража, на улицу его! Ваши мечи. Закон обязывает их вернуть. Но закон не говорит, когда. Так что, сперва мы, Вашей милости, как следует в Ломен для порядка. Ага, и правда, место встречи элиты. Чудно. Хорошей разминке я всегда рад. Кусается, волчишка! Черт! Закон предписывает вызвать к раненому лекаря. Но не говорит, как быстро. Так что придется потерпеть. Хоть с мечом, хоть просто так, изуродует ведьмак. Да? Так оно говорится. Мне нынче не до народных мудростей. Ты еще кто? Если пойдет как надо, я твой союзник. И зачем ты мне нужен? Взять дом Максимилиана Барсоди. В одиночку ты к нему даже близко не подберешься. Откуда ты знаешь, что мне нужен дом? Я был на аукционе. Инкогнито. Ваш скандал нельзя было не услышать. Тогда к делу, если можно. Чтобы заполучить этот дом, нужно попасть в сокровищницу Хорста. А добром он тебя не пустит. А лед? Это плохая идея. У тебя найдется получше. Отыщи травника под Оксинфуртом. Спроси у него вытяжку из кровавника. Он поймет, зачем ты пришел. Если втянешь меня в какую-нибудь... Увидимся. Надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Д Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все ко мне! Сюда! Помоги убогому! Бялый ты какой! Моё почтение? Чем могу помочь? У тебя есть бритвы и ножницы? Отлично, подстриги меня. Бывай! Что-то не верится, что Нэнки чарами промышляла. Такая милая старушка. Черный бак у неё был? Был. Травы сушила? Сушила. А ещё охотники у неё родимое пятно нашли в форме месяца. А ты слышала, чтобы она хоть кого-нибудь обидела? Она под пытками во всём призналась. Это из-за неё у Вильяма жеребая кобыла сдохла. Из-за её наущений, выставшей мне из меня она. Ну и ветер. Ух, сволочь! Вау! Что такого соорудить на обид? Ты вернулся? У меня есть картина на продажу. Я вас поздравляю. И почему вы пришли ко мне? Это Ван Рок, а вы, кажется... Ван Рок? Я покупаю. Сейчас, сейчас. Не хватает. Добавлю-ка я вам тогда вот такую штуку. Ваш коллега однажды в заклад оставил и не забрал. Гайтан, кажется. О, интересно. Спасибо. Спасибо. Поехали. Герой ты мой, ну иди, я тебя поцелую. Ну и мяук, вот так чучело. Так, Валер. Эй, эй! Пусть тебе повезет. Белый ты какой-то. Кухлого мяса нажрался. Да, Валер. Да, Валер. 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 Хороший день для торговых дел. Продолжение следует... 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 Ааа, выбор у меня не богат. Ладно, я в деле. Но при одном условии. Никто не должен погибнуть, ясно? Как Нильфгаардское солнце. Что скажешь насчет рюмочки за плодотворное сотрудничество? Скажу, что лучше бы нам взяться за дело. Итак, собери команду, а потом надо будет прорядить риданские патрули. Многовато их здесь крутится. Нас могут заметить. Что значит прорядить патрули? Я же сказал, не стану убивать невинных. Успокойся. Мне их смерть не нужна. Только временная недееспособность. Поясни. Гарнизонный повар может подсыпать отважным воинам в еду что-нибудь, что уложит их в постель. Скажем, каждого второго. Нам ведь не нужно возбуждать подозрения. Хм. Я знаю рецепт подходящего эликсира. Вот видишь. Свори это зелье, сходи в город, разведай, где искать повара. А потом убеди его сотрудничать. Чарами, деньгами. Или кулаками. Расскажи мне о взломщиках. Идеально совпадает с местами самых громких краж последних лет. Совпадение? Не думаю. Если она не подойдет, есть еще Гуга Хофф. Известный как Молотый. Мизушек. Серьезно? Эта щекастая мордашка как-то не вяжется с криминалом. Ты не поверишь. У Гуга на счету краж больше, чем у тебя чудовище. К примеру, он украл золотого петушка с крыши Новиградской ратуши. Так что лазать по стенам он тоже не будет. Насколько я знаю, он лег на дно где-то в Оксенфурте, в доме около Новиградских ворот. Учти, говорят, этот парень очень опасен. Итак, кто откроет нам сокровищницу? Что ж, один из них краснолюб. Начнем с него. Это Казимир Басси из Махакама. Спец по направленным взрывам. Говорят, что с щепоткой селитры он поднял бы на воздух весь Новиград. Так что наше дело для него пустяк. Проблема в том, что Казимир, можно сказать, в отставке. Женился, наплодил детей и осел в деревушке Альнес. Может быть, он и не принял предложение. Есть варианты? Квинтл. Лучший медвежатник севера. Объявлен в розыск в Каэдвене, Лирии, Ангрине и Ковене. Посмотрите, что я слышал. Его поймал некий Ганс из Сцедариса. Кондотьер. Я его знаю. Убил для него архигрифона. Тварь еще та. Ганс или грифон? Ха, оба. Хм, то есть одного надо вырвать из семейного гнезда, а другого из клетки. Посмотрим. Ладно, пора заняться делом. Мне тоже. Встретимся здесь, когда ты совсем управишься. И что тогда? И тогда мы наконец-то доберемся до хорстовой задницы. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Мастер Казимир, уберите вы этот факел во имя богов! Сука такая! Указывать мне вздумал! Что тут происходит? А вы не видите? Мастер Казимир на крышу влез и говорит, что себя взорвёт! Я ей стерви жемчуга покупал! Шелка и бархат! А мне, блядь, за это что? Рога? Семейные неурядицы. А то ж! А ведь такая ладная была эта его Ефимия! Ой, ну как картинка! И пятеро ребятишек у них было! Хоть и низенькие, зато как воспитанные! Всегда поклонятся, а здоровье спросят! Не то, что старостихины ребята! А только на медне-то Ефимия эта маляда пожитки свои в повозку погрузила! И только её и видели! С той самой поры у мастера Казимира совсем всё в башке помутилось! Вы меня ещё попомните! Я такой грохот устрою! Как ебанёт, так в Новиграде будет огни видать! А, попробую с ним поговорить. А ежели он разозлится? Хотела кровать с балдахином? Получай! Хотела серебряный сервиз? Получай! Так чего ж тебе, сука, ты эдакая не хватала? Сильнее он уж, наверное, не сможет. Милителя, великая мать, убереги нас от беды. Ты кто такой? Тоже, небось, пришёл мою Ефимию трахать? Опоздал ты! Уехала она! Нет, я... Почтальон тоже говорил, что нет. Отпирался да клялся всеми богами. А я-то, дурак, поверил. Три года они у меня под носом трахались. А теперь вообще свалили. Правду говорил мой дедушка. Весь мир охочь до краснолюдских женщин. Вниз, живо. Что? О-о-о! Слезаю. Уже слезаю. Уже слезаю. Так... Так чего тебе надо-то? Чтобы ты открыл одну дверь. Так, чтобы она больше не закрылась. А, понимаю. А что по другую сторону двери? Награда. Там всем хватит. И ещё останется. Пришёл бы ты неделю назад, я б тебя послал. А теперь мне терять нечего. Ну, что нужно делать? Иди к травнику под Эксенфуртом. Попроси у него вытяжку из кровавника. Тогда и узнаешь. Ясно? Яснее солнышко над Махакамом. Бывай. Субтитры создавал DimaTorzok Какая работа? Отвали их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для тебя есть работа Правда? Какого рода? Анонимное выступление в одном аукционном доме Без публики Во награду все, что унесешь Эвелина, подумай Мы его не знаем Как это не знаем? Он же представился, ты что не слышал? Геральт из Ривии Ты меня прекрасно поняла Мы не знаем, можно ли ему доверять Доверять никому нельзя Мы можем договориться Видишь ли, у меня проблема Я слушаю В чем она состоит? Понимаешь Один из наших артистов Ван Соколиный Глаз Потерял зрение Напился какой-то дрянной сивухи Жаль его, конечно Но дело не в этом Мы продали все билеты на наше выступление Зрители ждут Так что или кто-то его заменит Или надо будет возвращать деньги И все бы ничего Да только мы их уже потратили Ага Уже вижу, к чему все идет Ну тогда сразу к делу Выступи здесь вместо ванна И я тебе помогу А что нужно делать? Скакать через пылающий обруч? Нет Берешь арбалет и стреляешь в цель Эвелина Не знаю, насколько это хорошая мысль И я не знаю Там будет видно Ну так как, ведьмак? Ты согласен? Ну, из арбалета я стреляю неплохо Добро, я участвую Прекрасно Ну что, начинаем? Людям не терпится Прямо сейчас? Вот так, без репетиций? Да что тут упражняться? Тебе просто нужно выстрелить в цель И попасть, кстати Ладно Была не была Начинаем О, вот это мне нравится Не боишься рисковать, да? Идем А теперь, дамы и господа Гвоздь программы Перед вами Геральт из Ривии Победитель состязаний стрелков в Ангрине Долблатана И бендюге Вау! Что, да я не... Тсс, Геральт Хватай арбалет и задела Чего ты ждешь? Стреляй! В яблоко, Целься! В яблоко! В яблоко! Вот его стреляю! В яблоко! АПЛОДАТИСМЕНТЫ Великолепный номер Геральта из Ривии завершает наше выступление Благодарим вас за внимание Жалко, что этот дядя не стрельнул в эльфа Вот был бы смех Слушай, я не верил, что переживу это Славная работа, Геральт Ну, одно выступление позади Когда следующее? Знаешь, дом травника неподалеку Зайди и спроси у него вытяжку из кровавника О, тайна! Обожаю тайны! До встречи, Ведьмак! Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают